МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 июня 2015 года Верховная Рада встретила Петра Порошенко бурными аплодисментами. Президент раскланялся, поднялся на трибуну и начал зачитывать ежегодные послания. И вдруг из зала раздался крик. Он говорит, что надо убирать олигархов. Да он сам олигарх. После захвата трона Петр Порошенко действительно заявлял, что не потерпит больше разграбления страны и кукловодов, которые дергают за ниточки представителей высшей власти. Никаких олигархов на Украине больше не будет. Он был сам не бедный человек, но всего лишь миллионер. Но последние 15 лет завидовал миллиардерам. В руках этих граждан были главные богатства Украины и огромная реальная власть. Они сменили уже ни одного президента. Ахметов, Коломойский и Пинчук. Вот это, в принципе, главные какие-то остяка. Как смотреть в этом формате. А Порошенко, у них был, знаете, в роли этого мальчика, который вот последний. Порошенко мальчикам быть надоело. И миллионерам тоже. Пост президента давал возможность заработать просто дикие деньги. Он просто решил их уничтожить одного за другим потихонечку. Потихонечку, потихонечку каждого. Украина, июль 1994 года. Президентом страны после Леонида Кравчука, подписавшего в Беловежской пуще соглашение о распаде СССР, становится Леонид Кучма. Это была самая скромная инаугурация за всю историю Новой Украины. Присагаю народовой Украине. Преиздействуя неповноважение президента Украины. Леонид Кучма был простым советским функционером. И глядя на этого человека с невзрачной внешностью, трудно было представить, что пройдет совсем немного времени, и его назовут отцом олигархов. И на Украине начнутся бесконечные войны за власть и деньги. Грызут, режут, давят. Там всякие выстрелы бывают иногда. Машины взрываются. Но это обычная олигархическая жизнь. Украина в середине 90-х в тяжелой экономической ситуации. Население было страшно злым и голодным. Все было так же, как в России. Истеричная жажда демократии, свержение прогнившей системы, реформы, приватизация. Только на 2-3 года позже. В слове не приватизация, шло разграбление собственности. И у нас он тоже происходил прежде всего разграбление. Украинский ваучер назывался сертификатом. И большинство украинцев продали эту бумажку за бесценок или поменяли на небольшое количество еды. Кучма устроил ряд аукционов с сертификатами, которые позволили группе лиц весьма небольшой получить контроль над основными активами государства Украины, которое не так давно покинуло Советский Союз. Главные богатства Украины сосредоточены в Днепропетровской и Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской. И там возникли две мощные группировки, вступившие в страшную войну. Кучма принадлежал Днепропетровским, но понимал, что нужно договориться и с воротилами Донецкого края. Он выступал в роли как бы арбитра, так, чтобы они не поубивали друг друга. И, допустим, если мы с вами претендовали на один и тот же завод, то нам говорили, ну ладно, тебе отойдет этот завод, а тебе мы дадим другой. Идите и не делитесь. Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области. В 1989 году закончил Киевский государственный университет по специализации «Международные экономические отношения». Основные сферы бизнес-интересов – аграрный сектор, пищевая промышленность, судостроение. Медиа-активы. Пятый канал. Он получил радиостанции. 7 июня 2014 года президент Украины. Состояние на конец 2016 года по версии издания «Форбс» – 858 миллионов долларов. Он хорошо учился, занимался дзюдо, но сверстники за круглое лицо и плотную фигуру дразнили Петю пышкой. Одни учителя его любили, другие терпеть не могли. Папа Пети Алексей Вальцман в советское время был богатым человеком, имел подпольный бизнес. Порошенко – фамилия мамы президента Украины. В доме всегда был достаток, хотя Петр Порошенко любит говорить, что жили они всегда очень бедно. Петр Порошенко – прямой сын цеховика, причем очень-очень влиятельного. А цеховики – это была элита, так скажем, коммерческой уголовщины. Президент Украины также любит рассказывать, как много значила для него учеба в Киевском университете. Когда-то Порошенко с гордостью говорил, что познакомился там с таким замечательным человеком, как Михаил Саакашвили. О том, что он обязательно должен получить хорошее образование, его родители говорили ему с раннего детства. И папа долго копил на взятку. Отец там пустился во все тяжкие, чтобы его пропихнуть на самый престижный факультет Киевского университета. Отсидел в советские времена пять лет захищения. То есть ему пришлось собственный завод оборовывать, чтобы сына скопить на взятку. Ренат Ахметов утверждает, что закончил университет в Донецке. Но в наличие высшего образования у олигарха никто не верит. И никаких доказательств этому не нужно. Достаточно послушать, как он говорит. Ренат Ахметов родился 21 сентября в 1966 году в городе Донецке. В 2001 году окончил экономический факультет Донецкого национального университета. Основные сферы бизнес-интересов. Металлургия и ТЭК, медиа-активы, телеканал «Украина», газета «Сегодня». Женат, имеет двух сыновей. В 2012 году имел состояние в 16 миллиардов долларов. Это был самый богатый человек в Восточной Европе. Ренат Ахметов родился в ужасном поселке под Донецком. И не город, и не деревня. Отец его работал на шахте, мать – продавщица и в магазине. Жили мы в домике на 20 квадратных метров. Спали на полу на раскладушке. В доме у нас не было ни туалета, ни умывальника. Туалет был на улице, умывались мы тоже на улице и с кружки. Старший брат будущего хозяина Донбасса, как и отец, работал на шахте. И Ренат всегда говорил, что такая работа ему не нужна. Несмотря на примитивную речь и скутные знания, он был уверен, что найдет какой-нибудь способ не гробить жизнь под землей. У матери был очень большой кошелек. А денег в нем никогда не было. И я сказал, мама, я когда вырасту, стану футболистом. Ну, кошелек сохрани обязательно. Я буду зарабатывать много денег. Апрель 2014 года. Офис самого богатого человека на Украине Рената Ахметова. Табличка закрыта и надписи, которые сделали активисты правого сектора. С кем ты? Главный вопрос, который в эти дни все задают олигарху. Ренат Ахметов – это человек со сложной, очень тяжелой биографией, на которой полно белых пятен и странных весьма моментов. Июнь 2014-го. Тысячи беженцев пытаются попасть в Россию. Донецкая область охвачена войной. Идут настоящие бои. Гибнут люди. Уцелевшие в состоянии шока. Олигарх Ренат Ахметов призывает навести порядок. Людей не интересует процесс. Людям нужен результат. Людям нужен мир. А губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский просто светится от счастья. Он мобилизовал свои вооруженные отряды и бросил их на войну в Донбассе. И говорит, что готов к слиянию регионов. И править будет, конечно, он. Сколько будет стоить каждому смена власти? И чьи зубы окажутся острее? Украинские олигархи – это, несомненно, преступники. Я считаю, что эти люди должны сидеть в тюрьме. В этих страшных событиях они снова увидели возможность извлечь выгоду для себя и заработать огромные деньги. Это они всегда управляли Украиной. И научились делать это еще в 90-е годы. Первый олигарх Украины был, есть и остается, Ренат Ахметов. Украинские журналисты робко писали, опасаясь кары олигарха, что в юности он занимался вымогательством и грабежами. И был грозой Октябрьского поселка. Увлекался боксом, борьбой, ушу. Занимался, видимо, охраной занимался тогдашнего бизнеса, тесно связанного с криминальными группировками. Измученная беспросветной жизнью мама Рената не спрашивала, откуда в семье вдруг появились деньги. Будущий олигарх всегда был скрытным человеком. За день гастролей в Москве карточный шулер клал в карман от 10 до 20 тысяч советских рублей. И Ренат Ахметов считал, что достиг потолка. Но его приблизил к себе дальний родственник Ахать Брагин по кличке Алик Грек, главный криминальный авторитет Донецка. Грек основал фирму под названием «Люкс», а на самом деле управлял пятью крупными донецкими ОПГ. Он был президентом футбольного клуба «Шахтер», планировал расширять свой бизнес. Этот человек погиб во время запланированного взрыва на стадионе футбольной команды «Шахтер». Интересно, что в этот день Ахметов должен был сидеть в одной ложе с Греком. После удачно проведенной стрелки в офисе Грека они вместе вышли к его машине. Но Ахметов вдруг вспомнил про важное дело и сказал, что приедет позже. Криминальный авторитет был взорван, а Ахметов остался жив. Взрыв на стадионе «Шахтер» был выгоден именно Ренату Ахметову. И Ахметов восклавил, собственно, команду «Шахтер» после него. Именно с ним связывают все истории по восхождению Ахметова в бизнес. Украинский олигарх Ренат Ахметов очень редко дает интервью и не любит внимания прессы. Громкие заявления он делал только весной 2014-го, когда земля, из которой он высосал миллиарды, была охвачена огнем. И он понимал, что теряет огромную власть и деньги. Люди устали жить в страхе, устали жить в терроре, устали выходить на улицы и попадать под пули. 25% экспортного потенциала Украины было в Донецкой области. Этот человек является одним из самых влиятельных в Донбассе, если не самым влиятельным. Основные активы Рената Ахметова – это металлургическая корпорация «Метинвест», энергетический холдинг «Детек», компании «Укртелеком» и «Киевэнерго». Ему принадлежит 100 крупных предприятий Украины. А начал он в середине 90-х, с основания Донецкого городского банка. Потом у него появилась компания «Арс», и это уже была настоящая золотая жила. Ахметов начал торговать углем. В это время один за другим погибают лидеры различных донецких ОПГ, владельцы крупных бизнесов. Их собственность, активы и деньги стекаются в руки Рената Ахметова, который стал неформальным главой донецкого клана. После расстрела известнейшего донецкого предпринимателя Александра Момота его имущество, то есть Янакиевский металлургический завод, вошел в структуру Рената Ахметова. Ахметов стал миллионером, продолжал захватывать сферы влияния, но в 1997 году на него было совершено первое покушение. И спустя немного времени его пытались убить повторно. Это была война, война на взаимное истребление. Ну, например, я не помню случая в России, когда для того, чтобы устранить одного донецкого олигарха, устанавливали систему «Катюша», направленную на кинотеатр, в центре, ну, почти, на окраине Донецка, хорошо. Ахметов понял, что должен тратить гораздо больше денег на собственную безопасность. И приступил к созданию целой армии, чье вооружение и навыки будут превосходить потом все силовые структуры Украины. У Ахметова только бойцов в частных охранных предприятиях было более 30 тысяч человек. В основном это бывшие сотрудники спецслужб украинских, бывшие сотрудники спецназа МВД, люди, прошедшие горячие точки, в том числе и Афганистан. Петр Порошенко был начинающим бизнесменом, когда Ахметов уже держал в своих руках всю Донецкую область. Его отец решил, что старший сын Михаил должен заниматься бизнесом, а Петр должен попробовать себя в политической сфере. Но старший погиб в бизнес-разборках, значит, похоже, там какой-то конфликт был вокруг Одесского порта, и пришлось Петру Порошенко уже заниматься одновременно и бизнесом, и политикой. В отличие от других украинских олигархов, Порошенко женился раз и навсегда и с гордостью являет сегодня миру стильную образованную супругу. Они познакомились на дискотеке. Ему было 19, Марине – 22. И вскоре она поняла, что сделала правильный выбор. Петр, несмотря на молодость, стал зарабатывать большие деньги. Сначала он просто удачно продал несколько партий черного перца и какао-бобов. А вскоре открыл кондитерскую фабрику, которая выпускала немудреные шоколадные конфеты. Сегодня это предприятие известно под названием «Рошен». И до 2014 года все у него было хорошо. Все украинские олигархи заработали свои состояния на плотном сотрудничестве с Россией. Будь то производство конфет, торговля энергоресурсами или производство оборудования для тяжелой промышленности. Конечно, Ахметов не может без России. Конечно, Фирташ не может без России, потому что Фирташ – это газ. Газ, конечно, только российский. В 2004-м, благодаря премьер-министру Виктору Януковичу и президенту Леониду Кучме, Ренат Ахметов получил фантастический подарок – Криворожский металлургический комбинат. Стоимость сделки составила всего 803 миллиона долларов, что было минимум в 20 раз меньше, чем предприятие стоило на самом деле. 93% акций попали в руки Рената Ахметова и зятя Леонида Кучмы – Виктора Пинчука. У нас в приватизации участвуют все, покупают все в Ахметов, типа того. Виктор Пинчук – один из самых красивых украинских олигархов. И свои миллионы он получил, потому что умел очень выгодно жениться. Но такие утверждения его всегда обижали, и он потратил немало денег на суды с журналистами, которые не верили в его выдающиеся предпринимательские способности. По официальной версии, которую самым активным образом отстаивают многочисленные юристы господина Пинчука, все его состояние – это, конечно же, плод его феноменальных коммерческих способностей. Он просто-напросто гений бизнеса. Виктор Пинчук родился 14 декабря 1960 года в городе Днепропетровске. Окончил с отличием Днепропетровский металлургический институт. Основные сферы бизнес-интересов – друбные и сталипрокатные заводы, сотовая связь, медиа-активы, телеканалы ICTV, «Новый», СТБ, М1, газета «Факты и комментарии». Состояние на 2017 год по версии издания «Форбс» – 1,1 миллиарда долларов. Женат вторым браком, имеет троих детей. Виктор Пинчук очень любит искусство и нравится себе в роли мецената и благотворителя. Это он привез в 2007-м на Украину группу «Квин» и Элтона Джона и все средства от концерта направил в фонд по борьбе со СПИДом. Элтон Джон горячо благодарил тогда Виктора. Все думали, что Виктор Ющенко. Но нет, на самом деле мировая звезда благодарила олигарха Пинчука. Спасибо. Он привозил в Киев каких-то потрошенных акул, которых покупал бешеные деньги, потому что это считалось самой выдающейся инсталляцией. Он пытался соответствовать модному образу. Так вот он почему-то считал, что в таком случае его в западных элитах будут принимать как своего. Пинчук дружит с щитой Клинтонов и перевел в предвыборный штаб Хиллари 8,5 миллионов долларов. 50-летний юбилей олигарх отпраздновал в Куршавеле. Перед гостями выступал цирк Дюсалей, праздничный стол готовил знаменитый французский шеф-повар Олен Дюкас. На праздник было потрачено 6 миллионов долларов. Первая жена Пинчука Елена Аршава. Ее отец Владимир Николаевич Аршава является приятелем Павла Лазаренко и заместитель заведующего Днепропетровского облздравотдела. Тесть крышевал бизнес зятя и дочки. Они торговали трубами. Дом был полная чаша, и Виктор Пинчук был одним из первых миллионеров в Днепропетровске. Молодым да ранним. И особое место в бизнес-карьере Пинчука имел скандально известный Павел Лазаренко. Павел Лазаренко сыграл огромную роль для становления той клановой, коррумпированной, олигархической системы, которая утвердилась и взросла во времена Леонида Кучмы и, так сказать, укрепилась уже при последующих президентах. Когда Лазаренко был премьером, его называли Павло Красавчик, а после побега в США Пашка Американец. Он кинул Украину на 500 миллионов долларов. Леонид Кучма проклял день и час, когда приблизил к себе этого импозантного статного мужчину и сказал про него в газете «Факты». Лазаренко фактически сформировал монополию на газ, был близок к этому на рынке хлеба и спирта, активно захватывал недвижимость, заводы, контроль над банками. Думаю, через год-другой он приватизировал бы всю страну. Лазаренко буквально поставили перед фактом либо арест, а то и угроза физической, физического уничтожения. Поэтому Павел Иванович бежал с номер голову. Павел Лазаренко – яркий представитель Днепропетровского клана и человек, которому Украина обязана женщиной с косой. В момент их знакомства Юлия Тимошенко была молодой звездой Днепропетровска, деловой красавицей, которая занималась торговлей бензином. Нас сумела обаять Лазаренко под прикрытием. При помощи Лазаренко заработала действительно какие-то совершенно сумасшедшие миллиарды. Павел Лазаренко стал крышей компании Тимошенко, которая называлась «Украинский бензин» и получал от нее огромные откаты. Потом закрутил с ней роман. И вместе они организовали корпорацию «Единые энергетические системы Украины». И через пару лет уже контролировали 25% экономики Украины. Все довольно просто. Покупается газ по одной цене, потом проходит через ряд прокладок. Прокладки были как раз офшорные. Потом уже непосредственно газ сама Украина покупала дороже. Дельта седала в офшорах. Трубный король Виктор Пинчук тоже быстро нашел подход к Лазаренко, перечисляя ему на зарубежные счета огромные взятки. На тот момент времени были довольны почти все. Потому что собственности было много, то есть пирог был большой. Каждый из героев нашего рассказа мог не дожить до сегодняшних дней и погибнуть в 90-е. Виктор Пинчук однажды был похищен. Он вышел из офиса, неизвестные запихнули его в машину. Вспоминать этот ужас он очень не любит. Похитители неделю держали его в плену и беспрерывно угрожали грохнуть. Выкуп в 5 миллионов долларов за миллионера заплатил подконтрольный ему банк. Похитители потом нашли и арестовали. Но кто это был и чей выполнял заказ, осталось тайной. Но вскоре Пинчук познакомился с Еленой Кучмой. И он подумал, что теперь плохого с ним уже точно больше не случится. Изящная блогинка была дочерью второго президента Украины. На тот момент они были в браке, тем не менее, испытали друг другу романтическую привязанность. Пинчук развелся, убедил бросить мужа Елену. И вскоре уже сидел за одним столом с президентом Украины. И мог решать любые вопросы между горячим и десертом. Со временем он превратился в главного кровососа всех украинских олигархов. Каждый месяц, каждый месяц, начиная с февраля 2003 года, и по ноябре 2004, он, Пинчук, получал на своей компании 5 миллионов долларов. Есть подписано им его рукой соглашение. 110 миллионов долларов, 22 месяца. От кого? От вас? От нас, да. Игорь Коломойский ковал в то время большие деньги в Днепропетровской области. И ненавидел донецких. Это самый эпатажный украинский олигарх. Самый грубый и самый наглый. Мы освобождали здание угротранснафта от русских диверсантов, которые захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь. Как тёлка, блядь, своего неверного мужа. Что ты замолчал? Или язык в жопу засунул? Игорь Коломойский родился 13 февраля 1963 года в городе Днепропетровске. В 1985 году закончил Днепропетровский металлургический институт. Основные сферы бизнес-интересов – горнообогатительные комбинаты, ферросплавные заводы, химическая промышленность, медиагруппа «Один плюс один». Женат, имеет дочь и сына. Состояние на 2017 год по версии издания «Форбс» – 1,1 миллиарда долларов. Семья Коломойского давно живёт в Швейцарии. Большую часть времени он тоже проводит там, вдыхая волшебный воздух альп. У олигарха три паспорта – украинский, израильский и кипрский. В Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное не запрещено. Демонстративная личность, которой нужно, чтобы все кругом знали, что он хозяин жизни. И чтобы это было видно, чтобы это показывалось. Это некая помесь Гусинского и Березовского. Причём с буквальными, дословными совпадениями. На Владимира Гусинского Коломойский похож своей страстью к скупке различных СМИ. На легендарного баба – талантом к подковёрным интригам и созданием собственной мощной охранной структуры. Это настоящая армия, которая помогает ему отстаивать своё добро и присваивать чужое. У украинских олигархов есть под ружьём целые полки. И они активно их задействуют. И в политической, и особенно в бизнес-игре. Первые деньги Владимир Гусинский заработал на частном извозе. Бомбил на своём «Жигуленке». А вот Борис Березовский и Игорь Коломойский были барыгами. Начали ковать капиталы на торговле ширпотребом. Если проводить параллель с олигархами российскими, первое упоминание Бориса Абрамовича Березовского, мы знаем, что он торговал коврами, а контрабандой возил их из Москвы в Ташкент. Молодой Игорь Коломойский торговал всем подряд. И модными тряпками, и парфюмом, и дефицитной бытовой техникой. Чем очень первое время расстраивал маму. В приличном еврейском семействе надеялись, что раз у мальчика красный диплом Днепропетровского металлургического института, то он способен на большее, чем ошиваться со спекулянтами на местной толпучке. Но со временем родители Игоря совершенно успокоились. Он нашёл партнёров – толковых выпускников Днепропетровских вузов Геннадия Боголюбова и Алексея Мартынова. Сначала они возили из Москвы оргтехнику. Потом смекнули, что самые большие деньги можно заработать на перепродаже металла, нефтепродуктов и газа. Свою компанию они назвали «Группа Приват». Газ, нефть. За этот рынок велась жесточайшая борьба, вплоть до взаимного уничтожения. Корреспондент «Радио Свобода» попал под горячую руку Коломойского, когда у олигарха отнимали «Укртранснафту» – основы его бизнес-империи. Ну что, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Это не просто крупный бизнесмен, это альтернативный центр власти. Да ещё с такими наполеоновскими замашками. А главным партнёром группы «Приват» в 90-е был глава Днепропетровской области Павел Назаренко. Контакты с ним были возложены на Коломойского. И Беня всегда поражал Назаренко своим внешним видом. Даже на важные деловые встречи Коломойский всегда приходил растрёпанный, в джинсах. От него плохо пахло. Но группа «Приват» отдавала Лазаренко 20% прибыли. И за это Павел Иванович мог простить любые фокусы Коломойского. На Украине власть и деньги неразделимы. Если у тебя нет власти, у тебя никогда не будет денег. А если у тебя есть деньги, ты обязан приобрести власть, иначе лишишься всего. В 2003-м Коломойский не мог пережить, что Виктор Пинчук получил от тестя в подарок Никольский ферросплавный завод. Коломойский хотел, чтобы Пинчук взял его в долю. Давил и стращал, но Пинчук отказался. «Кучма не вечен, власть поменяется, мы своё возьмём», – произнёс тогда Коломойский. И начал собирать на Пинчука компромат. А в 2003-м чуть не угодил за решётку. Олигарх стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в угрозах адвокату Сергею Карпенко, на которого потом, явно по заказу Коломойского, было совершено покушение. А господин Коломойский особо не скрывал, как он вёл свой бизнес. Да, он, конечно, нигде не признавался прямо в том, что я убивал или давал заказы на убийство. Но при этом мы знаем, как один за другим устранялись те или иные конкуренты его компаний, адвокаты, которые пытались противостоять этим рейдерским захватам и так далее. В 1997-м Ренат Ахметов помогает занять пост донецкого губернатора Виктору Януковичу. Эта дружба превратит миллионера Ахметова в миллиардера. И откроет ему путь в большую политику, без которой диких денег не бывает. Виктор Янукович по молодости сидел в тюрьме, но это не помешало ему сделать блестящую карьеру. Сначала он стал директором огромной автобазы, потом депутатом Карло-Марксовского сельсовета города Янакиева. Потом сумел понравиться президенту Кучме и, главное, заручиться поддержкой всех донецких авторитетов. Янукович во многом стал такой влиятельной политической фигурой, благодаря поддержке, в первую очередь, Рената Ахметова. Так родился проект. Сначала Янукович премьер-министр, а затем Янукович президент. И Виктор Янукович действительно очень скоро стал премьер-министром, который начал спешно учить украинский язык и делать заявления, выдающие его президентские амбиции. Я одна справа. Есть одно дело. Украина. И у политиков в этом государстве есть обязательства перед народом. Теперь Ренат Ахметов, с одной стороны, имел в друзьях премьер-министра, а с другой наладил близкие отношения с президентом. Леонид Кучма высоко ценил его бизнес-таланты и считал, что Ахметов поддерживает порядок в криминальном регионе, в котором крови стало литься гораздо меньше. На Украине даже были слухи, что Ренат Ахметов – его внебрачный сын. Люди сравнивали фотографии, говорили, что похож. Что такое олигарх? Это человек, который имеет судьи партии, может влиять на власть, формировать депутатские группы или участвует активно в продвижении кого-то, президента и так далее. Ну и, безусловно, имеет свои какие-то преференции после того, как эти люди приходят к власти. И все украинские олигархи должны были еще в 90-е определиться в своем отношении к Юлии Владимировне Тимошенко. Она активно толкалась локтями на рынке энергоресурсов и под крышей Павла Лазаренко вертела огромные дела. Тимошенко не бедный человек. Она богатая женщина, и денег у нее более чем достаточно. Ее можно назвать украинской олигархией. В середине 90-х оборот бизнеса Тимошенко был почти 12 миллиардов в год. Ее стали называть газовой принцессой, и она фактически превратилась в единственного поставщика российского газа в Украину. Это был посреднический бизнес по своей природе, но бизнес сверхэффективный, сверхрентабельный, потому что деньги были из воздуха, и деньги были безумными. Все представители Днепропетровского клана прекрасно понимали, что с этой дамой ссориться не стоит. И бизнесмен Дмитрий Фирташ сначала смотрел ей в рот. Ведь Тимошенко подписала в Москве газовый договор, на котором можно было слупить миллионы. Фирташ там был посредником, и в этот момент он имел возможность получать серьезные средства. После того он их просто инвестировал в другие предприятия, это и телеканалы, это и титановый завод в Крыму, и ряд других заводов и недвижимости коммерческой. Дмитрий Фирташ родился 2 мая 1965 года в Тернопольской области в семье водителей-бухгалтера. В 1984 году окончил Львовский торгово-экономический институт по специальности товаровед. Основные сферы бизнес-интересов – азотный, титановый, газовый бизнес. Медиа-активы – телеканал «Интер». Состояние на 2017 год по версии издания «Форбс» – 251 миллион долларов. На данный момент проживает в Австрии под подпиской о невыезде. Жена третьим браком, двое детей. На 41-й день рождения супруг преподнес своей жене подарок в виде вертолета «Агуста» стоимостью в 6 миллионов евро, а торжественный ужин в одном из ресторанов «Монако» обошелся еще в 300 тысяч евро. На родине он не был уже много лет и появляется в кадре исключительно в связи с очередными судебными заседаниями. Европейское правосудие работает как-то вяло. Претензий к Фиртышу много, а результата нет. Самое распространенное объяснение, что Фиртыш подкупает неподкупный демократический суд одной из древнейших демократий мира. И даже пребывая под домашним арестом, он живет раз в сто лучше обычных украинцев. И страшно горд собой. Из грязи в князи. Да еще какие. У Фиртыша родители были в переводе на современный язык, так скажем, фермерами. Они занимались разведением помидоров, выращивали и продавали. Получив диплом железнодорожного ПТУ, Дмитрий работал пожарным, затем учился на юрфаке Академии внутренних дел. Первую сделку он провернул в конце 80-х. Убедил двух узбекских предпринимателей выменить 4000 тонн хлопка на украинское сухое молоко и заработал на этом 50 тысяч долларов. Украины управляли тогда очень плохо. Был абсолютно дикий рынок, и наиболее активные граждане могли легко заработать большие деньги. И Фиртыш – типичный представитель того лихолетия. Следующей удачей была сделка с туркменами. Тут уже его прибыль составила 2 миллиона долларов. Фиртыш поставлял им продукты, а туркмены платили газом, который Фиртыш перепродавал на Украине с огромной наценкой. Абсолютно все украинские олигархи нажили капиталы в 90-е именно на энергоресурсах и вечном дефиците газа и нормального бензина. Возникает вопрос, а как же так туркменский газ поставлялся на Украину? А он поставлялся через Россию. И таким образом и Фиртыш, и другие энергетические олигархи, они свои состояния, свои капиталы сделали на взаимодействии с Россией. Успешный бизнес в 90-е был невозможен без плотных связей с королями криминального мира. Крышей Дмитрия Фиртыша стал Семен Могилевич, один из лидеров Солнцевской ОПГ. Его называли Доном Симеоном и Человеком с семью лицами. Он защищал интересы Фиртыша и знакомил с важными людьми из России и Европы. Связь с этим криминальным авторитетом сделала Дмитрия Фиртыша в какой-то момент сильнее всех конкурентов. О личной жизни Фиртыша известно мало. Первый раз он сходил в ЗАГС в 1988 году. Родил дочь, через пару лет развелся. Потом женился на женщине, которая была старше на 10 лет. В киевском бизнес-сообществе этот брак все считают фиктивным. Этот союз был нужен, чтобы обезопасить активы Фиртыша от государства. Он записывал их на супругу. В 2000 году Фиртыш полюбит красивую москвичку и от фиктивной жены захочет избавиться. Брак со второй супругой был обречен на завершение. Потом вся Украина очень долго наблюдала за затяжным процессом разделения совместного имущества. И самой страшной угрозой для Дмитрия Фиртыша всегда была Юлия Тимошенко, которая мечтала вообще оставить его без штанов. Их сотрудничество длилось недолго. Дальше Фиртыш стал делать бизнес сам и заработал на торговле газом куда больше, чем Тимошенко. Господин Фиртыш был в страшном конфликте с Юлией Владимировной. Они фактически боролись за одно и то же корыто, за газовый бизнес. И в 2001-м Тимошенко вместе с Виктором Ющенко начала крестовый поход под лозунгом «Украина без Кучмы и олигархов». В Киеве начались многотысячные демонстрации, организованные Тимошенко и Ющенко. И Кучма был просто в шоке, ведь он доверял обоим. Ющенко был у него премьером, Тимошенко – вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу. Но Юлия Владимировна демонстрировала, что президент ничего не значит. Напрямую вела переговоры с Россией и Туркменией по газу, напала на Донецких, затеяв реформу угольного рынка. Ющенко без разрешения Кучмы ездил в Америку к влиятельным людям. Мы работаем каждый час, чтобы земля горела под ногами у президента. И будем работать до тех пор, пока Кучму не выволокут из кабинета. Кучма отправил Тимошенко сначала в отставку, а потом в тюрьму. В СИЗО она отсидела 40 суток, что было совсем немного, учитывая, что Кучма обвинял ее в контрабанде российского газа на Украину и наглом уходе от налогов. Из тюрьмы она вышла народной героиней и продолжила кричать, что собирается уничтожить кровососов-олигархов и президента, который их породил. Ющенко! Ющенко! Кучма! Кучма! Кучма дал этим людям возможность урвать огромные деньги. Но они хотели все больше и больше. И папа, который как мог сдерживал их грызню, им очень надоел. Их капиталы выросли, они начали приобретать средства массовой информации, они начали влиять на политику, они начали создавать свои политические партии, свои общественные организации. К оранжевой революции созрела ситуация, что собственность была перераспределена, но она досталась не всем, кто хотел. Среди хотевших был в то время малозаметный Петр Порошенко, который завидовал Ахметову и Коломойскому, державшим под собой два самых жирных региона. Он стал одним из руководителей команды Виктора Ющенко и предоставил потом в распоряжение оранжевых свой пятый канал. Основным противником Ющенко был Виктор Янукович. Его спонсировали Дмитрий Фирташ и Ренат Ахметов. В первом туре выборов Виктор Ющенко и Виктор Янукович шли ноздря в ноздрю. Ющенко набрал всего на 0,5% больше. Но был назначен тур второй и стал собираться Майдан. Коломойский, Порошенко и Тимошенко платили за протест из своего кармана. Им очень хотелось прорваться к власти. Ведь это означало принципиально другие возможности для набивания карманов. Украина-цепь! Майдан 2004 года был бунтом украинских миллионеров против украинских миллиардеров. Они решили, что поставив на Ющенко, получив в свои руки политическую власть, они произведут передел в свою пользу. Причем они, кстати, сразу же после прихода Ющенко к власти и занялись. Ренат Ахметов говорил Януковичу, что целиком на его стороне и оранжевые верная погибель для Украины. Что Донбасс Тимошенко и Ющенко никогда не поддержат. Но когда стало ясно, что за Ющенко Соединенные Штаты и Майдан уже не унять, заговорил по-другому, типа он сам по себе и, как говорится, над схваткой. Кто бы не одержал победу на выборах президента, то есть Виктор Янукович или Виктор Ющенко, Донбасс будет жить, работать и процветать. После победы Оранжевой революции началась принципиально другая эпоха. И олигархи будут с грустью вспоминать 90-е, когда воевали в песочнице под низлые окрики Леонида Кучмы. КОНЕЦ